Всем привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы покатаем на трёх танчиках в рандоме. Танчики будут премиумные, будут коллекционные и, по нашему мнению, это одни из лучших танчиков для того, чтобы взводом куда-нибудь ворваться и пофаниться, кайфануть. Перед началом нашего видео я хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео заблаговременно, чтобы не забыть сделать это в конце, ну и подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. Итак, заходим мы сначала на проджетах, потом планируем зайти на экшен-икс, ну и на финише попытаемся подытожить это всё двумя могильщиками. Посмотрим, что у нас получится, формируем взвод. Ну и погнали. Ну, карта плюс-минус для проджеты неплохая, мы попали в топ против на 23Е3, который сейчас продаётся, которых стоит бояться, но и на рожон попал. Вот мне нравился всегда этот танк, который вообще невозможно произнести. Ну, в общем, короче говоря, пока произнесёшь, в принципе, язык сломаешь, а все соперники уже сами сольются от страха произношения данного названия. Не знаю, честно говоря, как это вообще пришло в голову назвать так премиумную ПТшку. Не, ну реально, слушай, ну вот ты реально заходишь в бой, у тебя остаётся один твой союзник живой, ты хочешь ему там подсказать, но хорошо, один он и так поймёт, что ты к нему обращаешься, а если он не один? А если вот у тебя две ПТшки, и ты такой, типа, а-а-а, ты с названием, которое произнести невозможно, слушай, поедь там, что-то сделай. Да, что-то я как-то выехал странно, и вообще, блин, вонзились мы не туда, куда надо. Дружи, я особо вылазить не буду, ты там попытайся по дворке посидеть в трехе время потяну, чтобы хоть немножечко как-то там первое, это уже хорошо. Блин, ну вот этот вот тигр как-то вот... Кстати, тигр баран или барон? Что у него написано? А, барон. Эх ты. Чуть-чуть не дотянул, чтобы проджетку ещё раз в сандалите. Держись, держись, дружи. Сейчас, 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 сейчас. Есть. Итак, по фрагу мы уже сделали, не лезь туда, не лезь туда, не лезь, не лезь, не лезь, поднимись на горку, поднимись на горку. Давай, 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 ремку и на горку. Не гони, дело в том, что сейчас они, посмотри, сейчас тигр на тебя выйдет, мы его не разберём. Я реально его не пробиваю. Переходить на голду, ну вообще не вариант, у нас сейчас все шансы победить. Их двое, в принципе, осталось, ну всё, один. Слушай, ну, блин, ну я не знаю, короче, вот реально, мы заехали с тобой, по сути, там вдвоём, с поддержкой нашей ПТ-шки. Спасибо этому, конжить бур-бур-барделю. Ну, слушай, ну, я не могу сказать, что мы как-то так не ахти отыграли, мы реально с тобой вдвоём сейчас вот выдержали вот этих троих товарищей. Особенно тигра, который, ну, он реально, блин, я на него смотрю, он красный вообще. Слушай, ну вот это Т-23Е3, да, вот смотри, всё-таки, какая классная премиумная машина. Он реально, там вот Т-28 Шпрот, он пытается там что-то как-то, блин, он реально тяжело давится. Ну, сейчас, походу, короче, он на меня переключится. А ну ты или я? Кто? Не пробитие. Слушай, ну мне понравилось. Не, ну реально, то есть, ну, такие танчики действительно во взводе, и ощущения от игры, ну, совсем другие, не такие, когда играешь сам. А ну и сам-то, в принципе, ты кайфуешь на этом танке, но, блин, вот когда во взводе, и реально в два ствола по три заряда, шесть. Шесть, сколько там, 300, да, по-моему, идет? Или сколько у него идет, мы сейчас ради интереса глянем. Честно говоря, подзабываю, все эти цифры. Ну, средний урон получается, смотри, 240. 240 на три, это получается 900, грубо говоря, да, там, то есть, ну, ну, не 900. 200, 200, 200, 600, 700, ну, 700 с копейками, да. 700 с копейками, 700 с копейками, то есть, если мы с тобой в два ствола вылетаем на кого-то, то, в принципе, на 1400 мы можем, ну, разобрать, да, кого-то. А кто у нас там на 1400? Да у нас все на 1400, ребят. Ну что, попробуем еще раз на нем? Или на экшене? На нём, да? Ну окей, погнали. Так, сейчас посмотрим, правда, на какую карту сейчас нас кинет. Во, а вот теперь будет немножко посложнее, потому что две проджетки на такой карте, ещё и против нас есть девятки, и девятки, в принципе, ну не сказал бы, конечно, что они там не хороши, потому что Т-54Е1, ну не могу сказать, что он там сильно производит на меня впечатление в бою, но, честно говоря, высовываться на его дырокольчик мне бы не хотелось. Кто у нас там ещё? Ну, ВК явно поедет в город, Вафелька явно будет стоять здесь в кустах, и взвод ИСУ, взвод ИСУ явно будет выцеливать где-то тяжем, ну вот к гадалке не ходи. Так, ну что, перекатываемся по-быренькому? Давай, врываемся сюда, и потом, смотри, там надо контролить ПТшки, которые с правой стороны, их три, явно, ну, явно будут выцеливать либо линию ТТ, либо СТ, но явно от базы далеко уходить не будут. Ну вот тебе здрасте. Куда патрон пошёл? Ну куда пошёл снаряд? Ну, слушайте, ну, ребят, ну, так нечестно. У меня-то танк, в принципе, весь был в прицеле. Каким он боком вообще прошёл дни? Всё. У меня, это, пилот, конь туженный. Доберёшь его? А, ты здесь. Слушай, а чё я думал, что ты уехал туда, куда-то за гор? О, есть. Так, ну а теперь, смотри, у него перезарядка там в районе сколько? Три секунды, да, по-моему, у него зарядка идёт? У МК-1. Не помнишь? Трохи больше, да? Ну, слушай, ну мне всё равно, блин, у меня 488. Если я сейчас где-то из сушки подсурусь... Ой, как хорошо. Вот тебе, пожалуйста, вафелька стоит в кустах, как я говорил, явно будет где-то. Вафельки, зарядка сколько? Секунд, наверное, 8. Слушай, цифры надо выучить, короче. Вот серьёзно, надо сесть, короче, вечерком, знаешь, такой, как дурачок, стихи в школу. Сел и начал учить. У кого там сколько перезаряда? У кого там какой угол наклона? Ну, а потом, короче, ты выезжаешь, получаешь тренделей со всеми этими знаниями, сидишь, плачешь и жуёшь собли. Слушай, прикинь, не могу пробить им К-51. Какого лешего? А ну, иди сюда. Нет, ещё раз нет. Ты, он чё, заколдованный или у него там это... Модно бессмертие. Чит. Да. Слушай, а прикинь, а так реально? Заходишь два взвода по всем танкам и у всех активирован чит на бессмертие. и ты такой типа и вечная игра вот кто первый умер в реальной жизни тут такой снизу пошел в ангар так ну шоу нас смотреть 4 3 такое короче вот этот мк он мне вообще жизни не дает реально вот все приехал я подойти здесь такая а лежит уже все короче все не но этот мк реаля мне задолбал слушать за весь бой значит это вот не на реально этот мк не узнаешь говорят мк в этот 51 ну танчик такое себе там типа короче не покатай но вот это его короче случайная вот это вот броня не побрита знаешь ну вообще аж вымораживает и вроде бы блин играешь что-то как-то выцеливаешь а в итоге прилетает ну вообще не туда куда хотел слушай а чё я выскочил из боя я хотел посмотреть результат вообще мы там типа красавчики или не красавчики не ну смотри у меня 1400 до урона ух нифига сетуши 1400 я такой типа думал что я красавчик а я этот ну тип второе место но тип с конца а у тебя вообще да короче типа 3 фрага 1700 ну нормуль слушай не ну знаешь один шот он так постоянно у меня тоже был один шот и я бы тогда подожди я сейчас контейнер открою что-то у меня там вывалило сейчас и сейчас мне такая премиум на машина от разработчиков а да не ну хорошо сопли по это потёр и давай поехали на экшен x погоняем потому что надо закусить горе разочарование открытия контейнер а что подожди у меня еще один контейнер есть так не ну слушай а с этого что-то выпадает не не помнишь что там да о слушай выпадает смотри бустер перезарядки снаряжения вот прям я честно я вот как не захожу сразу бустер перезарядки снаряжения ставлю кому продай аккаунт не 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 продавать аккаунты нельзя там кстати это слышал что кто-то пытался выставил короче на продажу аккаунта его взяли такие типа и заблочили он такой типа спасибо продал не так если он донатил наверно не не просто она сначала повесился потом я прикольно сидишь такой донатишь донатишь вываливаешь бабула качаешь аккаунт такой думаешь фонарь будет если не в салью аккаунт потом такой типа выставил его на слива его такой слили только не туда куда нам так ну что ухты на 400 мне прилетело как бы тебя так вот на гуслю посадить ты здесь нет ну так а чё ты давай гусли его и погнали сколько у него ремок я понять не могу так ладно короче я откатываюсь немного назад там гусь приехал экспешный подсовку блин короче друг я наверно сейчас буду в этом лежа в ангаре я блин с тобой договорился ты такой реально но мы тупанули надо было выезжать сейчас я поставил на гуслю блин этого франкенштыка надо было бляха муха добирать и вот такого хрена по бритве так ты пока там перестреливаешься с экшен иксом это конечно классно ко мне он из 3 подъехал я реально для него шотный вот сейчас он вылезет даст мне один раз в бубен и на этом все закончится вот смотри как хорошо мне 400 мне не залетела там еще правда у них есу есть которая вот она за домом прям блин возьми добери ты короче совсем далеко надет отходе а ты тоже да там я смотрю немного тебя тебя немного сбрилили ну все короче я в ангаре давай слышишь какого фига выкатился давай скатывайся назад давай 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 смотри там если сейчас эмиль продает то окей ну и все стой подожди не лезь вот теперь выкатывайся и давай гаси поясу он сейчас на березарядку пошел давай 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 экшен там стоит смотри аккуратно стань боком стань боком другим другим боком стань вылазь под углом вот еще нет боком станет я сейчас вынесет слушай я такой паникер не реально сижу паникую такое впечатление что блин вместе тебя играют ну чемпионат не чемпионат но в каждом бою надо как-то там не пытаться надрываться а то значит все-таки на расслабоне будут заходить по ну завалили ну хорошо не ну заходи ну проиграл какие хорошо не расстраивайся ну слился ты слился со всеми бывает ну а если блин ты уже зашел так хотя бы попытаться все красота суши 7 1 команда вообще бомба отыграла сейчас посмотрим я короче как обычно буду в топе на в конце да там типа по урону но не начата не можешь не быть в топе ты сейчас будешь где-то это вот смотри я короче видишь я придерживаюсь одной и той же позиции последнее место перед последним человеком все красота не ну блин ну короче как-то ты знаешь вот но я честно на project больше понравилось ну не знаю не знаю ты знаешь она не надо зарядка да вопросов не давай еще раз слушай до зарядки это конечно прикольно вопросов нет но тут же вопрос фана и и и кайфа я вот вот я постоянно говорю что игра должна доставлять кайф и от нее должен фанится да вот так ну мне честно говоря вот вот если не заходить в результаты боя и не смотреть то в принципе результат получен вот чё планировали то и получили так у нас смотри у нас есть два тт кто у нас там против нас у нас против нас в за 112 2 и у нас акула блин я не хочу короче на них ехать вот реально ну ладно поехали ну просто акула реально у нее тут это тут единственное куда я нормально по чечески можно прошить если морды стоит это только нижний бронелист по поводу в зажки ну такое вот серьезно все как-то блин слушай не нравится мне короче китайцы где-то у меня на каком-то аккаунте было и я от нее честно вообще такой знаешь не до из вот если так кратко его описать что я короче как олень поехал я думал бы как-то типа вместе там блин ну как здесь в крышу попал прикинь вот вроде бы над домом стреляю попал в крышу так там уже кого-то ракообразно называют а он твп писал да я думал это он к нам обращается не научили да честно мне не нравится вот это вот когда начинается рубить команде когда начинают кого-то там козлить обсыпать всякие дерьмощиной ну блин это нечестно во-первых человек может не убить во вторых ну реально согласитесь это может быть ребенок да то есть ну который там взял просто там у папки по фанец от атом аккаунт или он просто себе установил и вот как я говорю заходит все губо чтоб кайфануть и не более того и его начинают поносить ну как-то некрасиво ну а самое главное ребят пока ты сидишь вот эту вот всю ругань начинаешь нам выписывать в чат за это время твои союзники пытаются получается отыграть из-за тебя и за себя правильно а ты тогда на кой зашел будешь поругаться зарегистрируйся где-то на сайте блин знакомств и сиди с этого датьяну все рачки не ну реально знаешь вообще просто такая дурная трата времени слушай а мы что-то сделали ну мог забрать знаешь мог забрать это конечно очень хорошо но мы победили 70 я правильно понял то есть наших сетей так сейчас ну у меня короче как обычно урона у меня короче фонарь слушай я знаю я в таких случаях я вообще водка вот теперь я красавчик я на первом месте но с конца слушай вот фан есть результата нет это как ну то есть получается ты это мы вторую катку делали на экшене да или первую да ну шо могильщика давай тогда еще выкатим посмотрим слушай ну вот ну вот не знаю такое знаешь двоякое какое-то ощущение ну то есть на project и тебе зашло больше а я даже не знаю честно говоря не знаю нет средние танки знаешь вот я как-то люблю просто такую какую-то более вальяжную все таки игру и более какую-то такую знаешь хиповые штали заехал себе ну блин карта вообще не любит еще вот вот ну вот вообще еще и мы с тобой это знаешь в обратной стороне топа так что делать будем линию тт продавливать по моему смысла нет у нас урон разовый фига нифига давай короче развороты и лд и погнали быстро пытаемся перекатиться на ту сторону я правда не знаю получится у нас такое-то или нет так что без засветов и понимаю понимаю на этом танке не засветиться сложно не но я такой щас типа проскочу меня засветили я за куст ушел да там за пол куда-то а ты сзади такой прешься типа отхватываешь и отхватываешь за двоих знаешь такой типа спасибо не ну короче смотри я просто чем говорю что на этом танчике надо ехать на линию ст и по одной простой причине потому что у него броня как бы ну не принимать да там залеты от каких-то блин там тяжей ну реально это не то там плюс к тому у него разовый урон там да у него там в магазине 6 снарядов но его разовость как бы то есть ну такая низкая что против тт ты вообще не даже не потанцуешь да ему бы еще зараза углы наводки какие-то сделать такие типа чтобы в кого-то можно было прицелиться и попасть сушал наших двое слилась уже твою дивизию не ну все это да принципе можно только облизать пятку и или по плану ты на перезарядке а я вообще тут короче не знаю что я делаю по-моему я лень слушай точно а у тебя есть рудольф нам где поставили нет давай будем если бы я был на их месте я бы сам себе поставил и а можно кстати вот я поставить себе диск то есть получается статистику я сам себе покрутить могу а диск поставить нет ну слушай ну давай так смотри мы заехали вот вот я тебя спросил если у тебя рудольф потому что рудольф ты реально просто заходишь сразу на танки с рогами знаешь ты сразу говоришь я олень тут как бы вроде бы ребята по на нас понадеялись нас дизнули в принципе заслуженно вопросов нет ну не знаю но грустно не 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 на праджете не я хочу зайти на могильщики я хочу реализовать его потенциал я хочу заехать на линию ст и затыкать всем хорошенько полная кармана сейчас есть ушка моется слезами они еще смотрю я люблю досматривать знаешь я люблю досматривать дело в том что когда досматриваешь можно глянуть танки как они себя ведут в руках других танкистов и такой типа особенно если посмотреть и принять решение нравится теперь не ну понятное дело что вот на нас сейчас посмотрели на могильщиках и такие типа могилу брать не буду не стопудово не танчик реально хороший ну не знаю я помню что заходил и и сами во взводе ну ты присоединяешься нет чертем не мы короче мы по короче как-то тупо поступили мы посмотрели что я честно говоря вообще отвлекся на то что с левой стороны было наших двое и стрешка лтшка я думал что они там будут стоять податься я хотел этого блин третьего как-то попытаться начать разбирать еще короче получилось я вообще не помню слушай поехали еще раз на линию ст только нам надо очень аккуратно вылазить них есть товарищ хельсинг который двошотит и мне почему-то кажется что с учетом того что у них две птшки явно одна из них как обычно попрется знаешь вот это вот сверху на воду короче становится карту перерисовали и становятся уже в начале горышем не отсвечивает через точку c я там короче недавно стал на этом на гриле 15 у меня была задача во взводе 1500 урона нанести а я короче зашел такой я так понимаю что я выполнил бы задачу где-то на пару недель вперед потому что накосячил там где-то накосил накосил где-то короче пять тысяч пять триста по моему урона я нафига просто вообще дать без напрямую такой себе там тут 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 что не перезарядка шоу что не перезарядка шоу и реально так как по маслу знаешь все идет куда-куда надо я короче блин где ты я типа я тут сам играл а у тебя пинг правильно горит пинг флойд а ты вообще короче типа слился интернет у тебя лишь на подачи так это классно сейчас мы покажем все возможности этого танка я тебе у них там есть короче недобиток этот болтается конечно ты не можешь любую пробить лёва красавчик очень хороший точек лет столько сколько игре а лёва реально молодец а ты на грунту просто впереди сантастики вот я вообще никогда не залетаю все как это увидимся в ангаре да не кстати нравится знаешь когда один сливается кто-то первый в команде а потом начинает писать всем что все уроды типа козлы такие вообще руки задницы растут выкинь аккаунт удали игру там еще а мне всегда интересно ну это типа знаешь такой умер типа лежит такой там или из того света письма присылает вы все козлы вы не умеете жить короче там так что досматривать будем или бог с ним не будем досматривать и так все в принципе стало понятно слушай ну могила меня сегодня раз ну реально меня могильщик сегодня прям вот ну до слез ну как-то вот не играется он сегодня хоть и треснет то ли блин отвыки от него что лет так уж давай на проджетах еще разойдем давай последняя катка как раз может настроение как-то немножко поднимется потому что потому что после могилы как-то настроение падает так что мы имеем мы имеем два центуриона центурион премиум обычный а это defender туши defender мк-1 значит и центурион буду так а кто такой вот этот вот стести стей стей бт это вот это вот пт-шка премиум на яда которую продавали недавно я только не помню король у нее по моему несколько снарядов до идет то ли два то ли три снаряда короче у нее идет в магазине и она их там сандалит дай боже а я засветился так а дефендер картона я какой должен это же дефендер мк-1 это же не не пт-шка дефендер это пт-шка defender не помню как он там дальше продолжением премиум на это да она идет с морды там броня нормальная правда на своем уровне нормально если зашел на уровень выше все там считаешь считаешь у тебя и не смотри там сушка сто тридцатая слева сейчас у тебя сандалит сразу начали у меня вообще нормально полетел сейчас видишь куда ты ешь или это тебя несет просто доберешь его или не доберешь шоке вниз ух ты так классно что получается я тут один остался ох сейчас ох сейчас меня начнут разносить вот так вот да не знаю ты знаешь как-то неоднозначно не ну реально как в анекдоте значит их блин опять никакой однозначности нет так и здесь не знаю я честно говоря есть шансы шансы такие ну вроде бы два один недобиток второй добиток саума в принципе танчик неплохой но не бортом конечно танковать но т-34 ку фалкона он точно доберет макова третьего разобрать то уже дело техники с учетом того что их пятеро слушай я думаю что можно смело выходить нам тут уже делать нечего свое гнилое дело мы сделали в ангар слились ну короче говоря давайте быстренько подсуммируем танчики которые мы сегодня попробовали они довольно неплохие для того чтобы играть во взводе они фановые несмотря на то что там супер каких-то там результатов и первых мест мы не заняли особенно на могильщики но в целом не знаю я кайфанул мне понравилось свои полчаса времени свободных я провел с удовольствием ну а мне кажется это самое главное чего необходимо ожидать играя в эту великолепную игру ребят играйте в танки получаете удовольствие кайфуйте заходите на канал подпишитесь поставьте лайк этому видео и возвращайтесь к нам будем вместе фанится и веселиться